Всем привет! Наконец-то я решил покрасить свою карбоновую раму А предыстория такая Cannadell в этом году выпустил лимитированную версию фреймсетов в двух дизайнах 20-летней давности в красном и голубеньком цвете Мне очень понравился голубенький оттенок Я решил свою раму покрасить точно так же Но когда я сошкурил краску и лак и грунт то мне понравился матово-карбоновый цвет Я решил, что хочется мне его оставить в любом случае Я долго думал, как покрасить велосипед И все-таки Cannadell опять-таки мне помог Подсказал Сейчас в тренде такие переливы с одного цвета в другой И я решил именно так и покрасить свой велосипед Но не полностью, а лишь частично Ну а для того, чтобы покрасить мне пришлось сошкурить полностью лак, потом краску потом грунт И еще получилось не полностью В некоторых местах он остался Мне сейчас предстоит снять все компоненты для того, чтобы дошкурить раму В прошлый раз, когда я снимал основной слой основную часть всей краски у меня ушло порядка 8 часов ручной работы Это много И сейчас мне осталось дошкурить маленькие детали до которых я не добрался Все-таки демонтировать это не устанавливать Справился я минут за 10 Перед тем, как я снял краску и лак Я взвесил раму В голом виде, без ничего она у меня весила чуть менее 900 грамм Это вполне отличный результат на мировом уровне Без краски она у меня теперь весит 820 грамм То есть больше 70 грамм экономии Но на самом деле я снимал не для того, чтобы сэкономить на весе Тем более, есть глубокое убеждение что ультрафиолет убивает смолы, ну, карбоновые рамы Я прокатился без краски и лака пару месяцев Конечно же, у меня рама не успела разложиться Я не заметил ничего, что бы с ней произошло И я думаю, что под палящим солнцем ей надо простоять несколько лет для того, чтобы начались какие-то разрушения Хотя я в этом не совсем уверен И все равно буду покрывать лаком и краской свою раму Хотя, скорее всего, не из-за этих целей Потому что раму я меняю чаще, чем раз в три года Потому что выходят новые модели на которые хочется все-таки прокатиться Вооружился я защитой перчатками, маской и очками Говорят, что смолы аллергенные В прошлый раз, после 8 часов контакта у меня не было аллергии Можно было благодаря тому, что я использую защиту Будем обрабатывать двумя наждачками P100 То есть, это зернистость Это крупная наждачка Я ее буду проходить там, где остался лак и краска И P400 Это довольно-таки мелкая наждачка Это финальная Тяжелее всего, на мой взгляд снимается именно грунт Это последний слой Можно, конечно, заморочиться и тысячной пройтись Но я на самом деле не вижу смысла Даже если я сниму небольшой слой карбона Я думаю, ничего страшного не произойдет Минут 15 я пошкурил Устал И, наверное, отшкурил сантиметров 10 квадратных Наверное, не больше Тяжелая эта работа Не взялся бы я за нее За деньги Шкурил я сначала соточкой Потом четырех соточкой Хотя сейчас плюнул и шкурил уже соточкой до конца В принципе, она не снимает какой-то слой карбона И ушло у меня на всю раму Наверное, три погонных метра этой сотки А может быть, даже больше Потому что несколько раз бегал в магазин Докупал Ну, осталось еще мне минут 30 пошкурить И готова будет рама к покраске Сегодня мы в гостях у Дениса Это компания DD Bike Custom Они занимаются покраской велосипедов И это практически уникальная компания на территории Украины Которая специализируется на покраске рам Я пришел к тебе со своей рамой Я ее предварительно взвесил Потому что Чтобы скинуть с ней поигра Мне надо потратить баксов 300 Поэтому я взял с собой еще и весы свои Чтобы ты меня не обманул Отлично Ни в коем случае Я песок не насыплю в нее Задача покрасить максимально легкой краской Вообще, есть, кстати такие краски которые отличаются от веса Говорят, что красная тяжелее чем черная О, кстати Это хорошая информация Светлые тона Краски из светлых тонов Это белый, желтый Ну, в общем Везде, где есть белый цвет Который высветляет Они действительно идут тяжелее Я не техник Я химически не объясню это все Но это факт Это да Краски тяжелее Понятное дело не на много Но это так и есть Потому что Так, подожди У меня меняется стратегия Буду красить в темный Чтоб он легче был Да? Нет Объясню как Вес Есть, конечно Разница Но Мы его можем Искусственно Его регулировать Как на лаке На каждом этапе Мы можем Его как увеличить Так и понизить Это за счет Растворителя Все происходит Мы можем взять К примеру Темную Легкую краску Понятное дело Это не тот вес То есть его В руках Ты не почувствуешь Это на каких-то Микрограммах Оно возможно ощутиться Понятное дело На большой площади Опять же Не на площади велосипеда На огромной площади Это будет разница В процентах Там светлая краска Допустим На 10% Может быть На До 5% До 5% Это Абсолютно Это Я же говорю Это сугубо На химическом Каком-то уровне Чуть-чуть Есть разница в весе Но она не Как для нас Того И для тебя И для любого другого Спортсмена Не сыграет роль Но По поводу растворителей Мы можем их использовать Тем самым Краска будет Более растворенная И более тонкий слое Будет наноситься То есть мы можем Использовать темный цвет К примеру Мы возьмем 100 грамм темного цвета И используем 50 грамм растворителя И по факту У нас выйдет 110 грамм В конечном итоге Растворитель выходит А если мы возьмем Белую 100 грамм И используем 100 грамм растворителя Один к одному смешаем То у нас получится По факту Где-то Чуть меньше 100 грамм Потому что весь растворитель Выйдет И он растворит Еще часть краски У меня такой вот вопрос Обычно Когда красят Карбоновые рамы Насколько я понял После того Как шкурил руками Несколько дней Дурак Это я понял Сейчас Есть грунт Есть краска Есть лак И это все Как бы защитный слой Ну во-первых Говорят от ультрафиолета Что карбон разрушается Хотя я не верю Что за несколько лет Он может разрушиться А второе Это защита от ударов Особенно Говорят что Карбон Подвержен Точечным ударам Он боится их Да Я в это Если честно Не очень верю Не очень понимаю Но лак Краска Грунт Это дополнительный Защитный слой И вот Что из них Является Лучшей защитой Лак Грунт Или краска Что лучше добавлять В толще Ну то есть Какой слой Должен быть самым толстым По поводу Я не буду брать Сейчас алюминиевую раму Все их прекрасно знают Возьмем Вот мы рассмотрим На примере карбона Карбон Он Он эластичный То есть Если надавить На камеру Не будет видно Но вы можете Мне поверить Видя по Васиным Сильным рукам Он может ее сильнее Продавить Но он сдавливается То есть он играет Краска эластичная Но удар Карбон Более играет И его легче Сбить Да Он больше играет Чем краска И легче Сделать точечный удар То есть К примеру Если мы алюминиевую раму Ударим У нас Больше вероятность Что останется царапина Или Ну или глубокая царапина Или вмятина Или вмятина Ты абсолютно прав На карбоне Она может отскочить Он как батут Может сыграть То есть удар произойдет Ну понятное дело Мы это говорим О очень таких Уникальных случаях Никто так точечно Его не бьет Ну камешки бьют Но сейчас вернемся К этому разговору И когда происходит удар Оно вминает его И получается Отбивает И происходит От этого точка То есть на карбоновых рамах Часто можно видеть От цепи Что я кстати Очень рекомендую Если у вас карбоновая Есть у вас любая рама И карбоновая Защиту на перо клеить Бронепленку Она недорого все стоит Лучше один раз наклеить И вообще не париться Кстати Это видео будет Следующим В нашем выпуске О том Как защитить свою раму И чем ее отклеивать Вот Потому что От цепи Вы сможете увидеть На своем Не на своем На чужом велосипеде Очень много точечных ударов Потому что цепь Как раз ее звень Они тоненькие Такие И она как такая Хлобысь Ударит И вот здесь Вот такие вот точки Появляются И аналогично появляется На трубе Из-под камней С нижней стороны То есть это Сможете увидеть Сами Вот По поводу материалов Которые лучше использовать По поводу Выцветания цвета Это было такое Но технологии Везде растут И краска Чтоб сейчас Она выцвела Ну хрен знает Что надо делать Ну кстати Вот Канандейл Когда выпускает Неоновые цвета Они пишут На английском языке Neon color Can be fade Или как-то так То есть Неоновый цвет Может Потемнеть Немного Они более Как-то склонны К потемнению Или нет Это тоже Хороший вопрос По поводу Неоновых цветов Вот их можно делать Вот Покраска обода Он матовый В матовом лаке И Получается Вот этот вот цвет Достигается За счет Очень малого количества Пигмента Добавленного В белый То есть Это грубо говоря Белый цвет С микропигментом Поэтому Выцветание Более реально Чем На Обычной Да Чем На более Такой густой краске Потому что Мы же сами Прекрасно понимаем Чем чего-то больше Тем дольше Оно разрушается И аналогично Связано Также с краской Понятное дело Вы Пять раз Поменяете велосипед Пока он Что-то произойдет И выцветит Или может Если вы В южной стране Живете Где постоянно солнце И на улице Храните велосипед На улице Храните Поэтому Купить чехол И хранить велосипед Под чехлом А еще лучше Обмотать изолентой И кататься Под изолентой Здесь более важнее Конечно Не хранить на улице По причине Ни сколько цвета А сколько Технических узлов То есть Да Да Оно вам не надо Давай вернемся К вопросу Какой лучше всего Использовать слой Максимально толстый Мне кажется Это лак Хорошо И теперь мы возвращаемся К моменту Что лучше использовать На примере Вот этой рамы Это Васина рама Которую мы будем Сегодня делать Задумка У него идет Сохранить Внешний вид Волокон Чтоб они были видны Правильно? Ну их тут На самом деле Не видно Все привыкли Что карбон Это такая Сеточка Кевларовые нити Но на самом деле Это не всегда так Очень часто Это просто Такая дизайнерская штука Не надо на это вестись Карбоновая рама Может выглядеть Именно вот так Как эта То есть Не будет видно Никаких волокон Ну Не пугайтесь Это не означает Что ваша рама Плохая Или китайская Пластмассовая Не На самом деле Для Это автоклав По-моему называется Где это все Вот В форму Вкладывается И запекается Здесь волокна Они видны Ну на примере Данной рамы Волокна видны И видно Что они Более сплетены Чем Более выраженная Структура Поэтому Более плотная Да 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 Поэтому Технически Я считаю Что Конечно же Этот вариант Лучше Может он не так Визуально Выглядит Как все Привыкли Но Технически Очень хорошо И за счет И за счет Этого Можно Меньше Вес Добиться Потому что Не надо Использовать Большой слой То есть Мы видим Что опять же Она мягкая Относительно Мягкая За счет Того Что немного Карбона Но он крепкий Поэтому Этот вариант Хороший И теперь Вернуться В плане Какие материалы Использовать При покраске Учитывая Что эта рама Будет Оставлять Структуру Мы не сможем Использовать Ни грунт Ни краску Сюда То есть У нас Будет идти Только лак И Один Праймер Это называется Который Агдезия 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 Это даже слова Даже я понимаю Потому что Мы используем Праймер Такой Парктуровский Для того Чтобы быстрее Схватывался Фиксатор резьбы Вот Это наверное То же самое Да Смола Карбона Она В химическом плане Вы сможете Писать Как угодно Если вы сможете Более технически Объяснить Как оно связано Я буду вам Благодарен Потому что Я не технолог Знаю просто По общим моментам Что Смола Используемая Для формовки Карбона Она Достаточно Схожа И хорошо Соединяется С материалами Красок В чем-то Они похожи И связь Идет Очень хорошая Поэтому Мы можем Использовать Легкий слой Праймера И потом Используем Лак И все Держится Вот так Супер Но мне Потолще Слой Лак Особенно Здесь И вот Тут Потому что Очень часто Падает Естественно Вот эту Зону Всегда Идет Побольше А вот там Где мы будем Красить Мы сначала Будем покрывать Грунтом Грунтом Необязательно Мы Грунтом Грунт Можем не Использовать Вообще То есть Если Хорошо Подготовить Если Рама Карбоновая Не битая Нету Каких-то Там Ну там Не дай бог Трещин И так далее То есть Не было Каких-то Сильных Изгибов Мы Можем Это Просто Зашлифовать Праймер Краска И лак Грунт Необязательно Но Грунт Он Необходим Для Он Создает Такую Как бы Буферную Зону То есть Перед Ударом Камня Допустим Когда Камешек Попадает То Получается Первый Страдает Лак Точнее Он пытается Защитить Но он Страдает От Камня Потом Краска И Грунт Он В этом был вопрос Лучше использовать Более толстый Строй Грунта Или Более толстый Строй Лака Лучше Использовать И то И то Потому что Лак Ну Во-первых Велосипеды Не всегда Моются Аккуратно Или К примеру Если взять Верхнюю Трубу Вы ехали Остановились На светофоре Не имеет значения Где остановились Вы присели Штанами Сюда И опять же Начинается Ёрзаться То есть Лак защищает От Первых Царапин Поэтому Ёрзать Сколько угодно Если он Зацарапается Полируется И И погнал Дальше Как новый Но Если пробивается Лак Краска Она никакую функцию Не выполняет Она выполняет Только функцию Цвета И все Она Вообще Ничего не сделает И дальше Идет грунт Который позволяет Это дело Все предотвратить Поэтому Очень часто На велосипедах Которые немножко Побитые Можно видеть Точку серую Или черную Ну в зависимости Какой грунт Используется То есть Нет Я думаю Вот такой Да Обычно серый Обычно Используется серый Но опять же Это все От производителей Зависит А кстати Все производители Используют грунт Нет Мы не будем Называть Кто не будет Кто не использует Мы не будем Называть Потому что Раз на раз Не приходится Есть Один и тот же Производитель Но он делается При разных Условиях Я не знаю С чем это может быть Связано Но некоторые Рамы есть Которые Грунтуются Карбоновые Чаще идут Без особого Грунта Потому что Опять же Вернуться Чуть-чуть Назад К разговору Что ему нет Прямой необходимости В грунте То есть Это удорожает На производстве То есть Еще грунтовать Вот это все Это удорожает Это как Техпроцесс Называется То есть Иногда Они используют Но Это Не постоянная практика Ну раз уж Мы заговорили О весе То сколько Реально Можно сэкономить На весе Вот допустим Я на связи Сэкономил Около 75 грамм А есть Производители Которые используют Чуть меньше Лака Грунта И допустим 35 грамм Всего лишь Используют Прямой вес Я не могу сказать Потому что У меня нет весов Я не взвешиваю Я этим вопросом Не заморачиваюсь Но Насколько я знаю Вот где-то Средний вес По раме Это где-то 90 грамм В твоем случае 70 Как ты говорил Около 75-80 75-80 Ну и там 10 грамм 90 То есть Ну понятно Не 90 Все Прям Весят Но Средний Да Но в среднем 90 Так наверное Есть А бывает Что Ты прям Когда шкуришь Ты понимаешь Что Тут очень мало Лака Краски Защитного Защитного Слоя По поводу Сколько веса Используют Производители Сколько Материала Вот мы возьмем На примере Приатлоновой Рамы Которая Считается Прям Эталоном В весе В Аэродинамике И скорее всего В технологиях Вот если Мы Тяжеловато Если честно Это просто Жарко Мы можем Рассмотреть Она В покраску Будет Она В процессе Работы Мы можем Увидеть Что Производитель Использует Получается Раз Два Три Четыре И пятый Это лак Мы его Просто не видим Потому что Он прозрачный Пять Слоев Материала И из чего Состоит Этот Материал Получается Вон мы видим Грунт Черная Краска Идет Потом Еще раз Серая Полоса Скорее всего Это опять Грунт И И опять Цвет То есть А Так у нас Получается Что она Грубо говоря Как две Стадии Покраски В чем Этот вопрос Я не понимаю Рама Должна быть Максимально Легкая И производитель Должен следить Чтобы был Минимальный Вес То есть Это не Защитный Слой Это просто Ее Красили Два Раз Это просто Вот такой Техпроцесс С чем он Связан Я не Объясню Я просто слышал Что Может неправда Но на заводе Ридли В Молдавии Перекрашивают Рамы Просто берут Рамы На которых Нанесена Краска Шкурят Их Причем Не полностью И заново И заново Наносят Это Какие-то Браки При производстве Может быть То есть Получат Два слоя И плюс Около Там Восьмидесяти Грамм Вот И это Все Да Это Все Добавляется Эта Практика Была Замечена Мною Лично Я Не буду Приводить Всех Прям Примеров Потому что Ну Я не держу Это в голове Оно мне Не надо Эта информация Но Что меня Удивило Вот Мы рассмотрели Примерно Одном Производителе Триатлоновских Рам А есть Еще один Он из трех Букв состоит Квз Эталонные Считаются Аэрорамы То есть Они Возможно Были Первые Кто использовали Эти сложные Геометрии Ну Не суть Мы не об этом Ведем речь Что было Мною замечено Это Видать Наряд Заказ Был на заводе Что рама Покрасилась Сначала В синий Потом Что-то У них Передумалось Может В той же Молдавии У них Передумалось Вышло Из моды Просто Синий цвет Все может быть Все может быть Но Цвет Остался Краска Осталась И они Просто Покрасили Другим Цветом Но Они На этом Четыре Четыре Прокраски Цвета А рама Идет Максимально Легкая Ну Должна быть Но на ней Четыре Покраски И каждая Была с грунтом И лаком То есть Вы себе можете Представить То есть Четыре умножить Грубо говоря На девять Вот и считайте Это Блин Все подумают Что мы такие Велодрочеры Вернее Лайтвинеры Гонимся за граммами На самом деле Это не так Просто интересно Почему так происходит Можно меньше поесть Тем более Когда ты платишь За велосипед Скажем Десятку зелени Чтобы сэкономить Каких то там Ну не знаю Ну не килограмм Ну Граммы иногда Доходят Потому что После десяти тысяч долларов Чтобы скинуть Сто грамм Надо потратить Там порой По триста Четыреста Баксов А у тебя Просто Из-за Каких то Глюков При производстве Из-за каких то Тараканов В голове Тебе добавляют Просто вес На раме Хотя это Самый дорогой Лемент Который Должен Максимально Легким И в этом Действительно В этом вопрос То есть Это не каждая Вы не подумайте Что каждая рама Идет кучу раз Покрашена Просто я Как занимаюсь Покрасками Ну вот я С таким сталкивался Объяснить не могу Не знаю Наверное Еще один Последний Общий вопрос Читал Может это глупость Рама Карбон Динамическая То есть Она температуры Может расширяться Может Немного Ну любой материал Я думал Карбон Чуть меньше Чем алюминий Может быть Но вопрос При этом Лак Краска В принципе Хорошо держится Или они тоже Просто растягиваются Ну Вась Ты Задал мне вопрос Не совсем Для меня Понятен В общем Если я положу Свою раму В холодильник Вытащу На жару Потом обратно Положу У меня Потрескается рама Я думал Мы говорим О температурах 200 плюс Я в такую погоду Не езжу Лучше дома Сидеть Любые Это Не было Такой Может Ладно Может быть Где-нибудь Ближе к северу Где температура Совсем Под минус 50 Идут Потом резко Куда-то Ее на юг Отправить Может как-то Сыграет Может быть Но в наших Широтах И при наших Но если отправлять Юкрпосте То это не быстро Будет на самом деле Ничего Вообще Ничего не может Произойти Если Нет никаких Там Вмешательств То Вот к примеру Если взять Малярный фен Который там До 300 градусов Повышает температуру Надо Краску Нагреть Ну где-то До 100 Может ближе К 200 градусам Действительно Надо нагреть Краску Чтобы она Становилась Эластичной Более И ее Ты должен Уже снимать Шпателем Таким Вот Но Ну ты же никогда Так не нагреешь Раму Вот кстати По поводу Съема краски Я Как дура В несколько дней Наверное потратил Часов 10 На эту всю процедуру Я снимал Наждачкой Вручную Натер Мозоли У меня Там чуть ли не аллергия На весь карбон Кстати Так лучше делать Всегда защита Карбон Я кстати говорил Ребята Послушайте меня Капец Он везде Въедается Я не говорю Пре легкие За это Не за кожу Одно дело Легкие Расскажи Как обработать Карбоновую раму Чтобы Это было Максимально быстро Максимально Защищенно Ну и Максимально эффективно